Северная Америка Организации дела и финансовой мощи Более 100 лет она была примером и манящим символом спортивного благополучия и успеха Она не признавала ничего другого, но признавалась сильнейшей в мире Она купила у мира его хоккей и с успехом продавала его своей публике Но пришел день, когда сверкающий хоккейный лимузин с клеймом НХЛ остановился Деньги кончились Топливо иссякло и пассажиры потянулись к выходу В далекой и загадочной России, где топливо не кончится никогда Словно ждали этого момента Татарстан, Урал, Сибирь и Москва раскрыли двери своих неказистых с виду, но шикарных внутри автобусов И наперебой стали зазывать к себе дорогих, но бездомных пассажиров Рабочие одной из буровых Татарстана были немало удивлены Увидев однажды утром группу крепких молодых людей в строительных касках и с клюшками в руках Среди них с трудом узнавались звезды мирового хоккея Николай Хабибуллин, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук, Фредди Бретует, Винсанли Ковалье И еще полтора десятка тех, о ком в спортивных газетах пишут на первых полосах Руководство компании Татнефть разом сократило путь товара к потребителю Были и другие Динамо, Магнитка, Омск, Тольятти тоже провели день открытых дверей, но куда более точечно и спокойно Ну а в целом мода на морских гостей захватила как мания Никто, даже самые слабые клубы Суперлиги не удержались хотя бы от небольших покупок на этой стихийной ярмарке Однако татарские купцы оказались щедрее всех Так в Казани аккурат к тысячелетию города появилась уникальная хоккейная команда Равной которой никогда не было на территории Российской Федерации Илья Ковальчук Первый номер драфта НХЛ 2001 года Чемпион мира и лучший игрок чемпионата мира среди юниоров 2001 года Призер Олимпиады в Солф-Лейк-Сити Со-обладатель награды Марис Ришард Трофи сезона 2003-2004 Обладатель приза Харламов Трофи 2004 Лучшему российскому хоккеисту в НХЛ по мнению российских болельщиков Заслуженный мастер спорта Алексей Ковалев По общему мнению один из самых техничных хоккеистов мира Обладатель Кубка Стэнли 1994 года в составе Нью-Йорк Рейнджерс Олимпийский чемпион 92-го в Эльбервилле Чемпион мира 93-го Чемпион СССР 91-го года Николай Хабибуллин Один из лучших в мире и безусловно лучший голкипер России Последних 15 лет Олимпийский чемпион 92-го года в Эльбервилле Призер Олимпиады в Солф-Лейк-Сити Обладатель Кубка Стэнли 2004 В составе клуба Тампа Бэй Лайтнинг Неоднократный участник матчей всех звезд Заслуженный мастер спорта Даррюс Каспарайтис Знаменитый защитник сборной России Обладатель репутации одного из самых жестких защитников НХЛ Чемпион мира 93-го года Олимпийский чемпион 92-го в Эльбервилле Призер Олимпиады в Нагана и Солф-Лейк-Сити В составе сборной России Заслуженный мастер спорта Дэнни Хитли Один из наиболее многообещающих молодых хоккеистов Канады Сообладатель призом Марис Ришард Трофи 2004 Обладатель Кубка Мира 2004 В составе сборной Канады Винсан Ли Кавалье Самый вероятный наследник славы Уэйна Грецки Лидер клуба НХЛ Тампа Бэй Лайтнинг Первый номер драфта 98-го Обладатель Кубка Мира 2004 В составе сборной Канады Чемпион мира среди юниоров 97-го года Обладатель множества индивидуальных призов Молодежных лиг Канады Брэд Ричардс Самый ценный игрок плей-офф И обладатель Кубка Стэнли 2004 В составе Тампа Бэй Лайтнинг Обладатель Кубка Мира В составе сборной Канады Лучший молодой игрок Канады конца 90-х Обладатель десятков индивидуальных наград Различных лиг Алексей Морозов Призер Олимпийских игр в Нагана Форвард Питтсбург Пингвинс Помимо прочего прославился тем Что играл в одном звене с Марио Лемье Заслуженный мастер спорта Вячеслав Козлов Воспитанник еще советской школы хоккея Двукратный обладатель Кубка Стэнли В составе Детройт Рэд Уинкс Участник легендарной русской пятерки Созданной Скотти Боуманом Алексей Житник Олимпийский чемпион 92-го года в Альбервилле Серебряный призер Олимпиады в Нагана Заслуженный мастер спорта Главное оружие хоккеиста Клюшки Начнем прямо с клюшки Ильи Ковальчука По специальному заказу сделано Специально из Канады привезли Илья Правшая играет левым хватом Редко встречается Ну а вот это клюшка Николая Хабибулина Еще полгода назад ее трудно было представить Где-нибудь кроме Канады Сегодня она здесь в Казани Ну а еще здесь Алексей Ковалев Даррюс Каспарайтис Вот Микаэль Ньюландер Единственный из хоккеистов Играет старой деревянной клюшкой Тяжелая, но вот играет Ну а еще здесь есть клюшки Великого канадца Джо Сакека Или великого шведа Николаса Литстрима Само их появление здесь в Казани Сейчас наверное трудно считать сенсацией Или таким уж абсурдом Вот только другой вопрос Нужен ли Сакека Литстрим этому Акбарсу Здесь и сейчас В этой раздевалке можно жить Здесь даже не пахнет потом Хотя разумеется пашут профессиональные хоккеисты Как трактора Нет ни сантиметра выглядящего бедно Удивляться нечему Клуб способный нанять столько звезд Может обустроить раздевалку с размахом и вкусом Кстати точно бюджет Акбарса Сохранялся в большой тайне Как впрочем и любого другого нашего клуба Это в НХЛ все прозрачно Там хоккей бизнес А у нас хоккей убыточен по определению И весь год журналисты занимались увлекательным делом Считали чужие тщательно скрываемые деньги Версии доходили даже до 80 миллионов долларов По нашим довольно точным сведениям Гораздо меньше 35 Но тут надо понимать Что это сумма прямого финансирования А существуют и другие способы вспомоществования И как-то само собой Прижилось выражение Команды на 50 миллионов Что ж это видно Рюкзак Ильи Ковальчука Сумка Алексея Ковалева Шлем Николая Хабибулина Его даже можно было потрогать Но как-то не решились Вратари люди суеверные Мало ли Плазменные панели для просмотра Мощные стиральные машины Мотовство? Да нет Просто уж тратить Так тратить Элитным хоккеистам Элитные материальные условия А самому звездному составу Звездные условия И не только для работы условия Это база Казанского футбольного клуба Рубин Сюда команда заезжает Перед каждой домашней игрой Свою базу Акбарс еще не построил Вот и пользуется Любезностью земляков и коллег Хотя, как вы понимаете Источник благо один и тот же Между прочим Татнефть только перед этим НХЛовским сезоном Стала генеральным спонсором Акбарса Единственным, по сути, спонсором А второй был бы лишним Это же нефть Так что лишь условных хоккеистов Можно было назвать здесь гостями Да и встречали их работники Футбольного гнездышка Пятизвездочного, не меньше Как родных В начале сезона Прошло несколько публикаций О недовольстве прибывших в Россию НХЛовцев Бытовыми условиями Туалетами Нетеплыми и нечистыми Гостиницами Облезлыми и душными Еще бы Эти люди привыкли К североамериканскому комфорту Во всем Вот им его и обеспечили По крайней мере Локальный Внутри прочных Корпоративных стен А вы обратили внимание на то Что в кадре нет игроков Это тоже проявление Заботы об их уюте Снимать попросили В отсутствии хоккеистов Что ж это понятно И единственное место Где руководители клуба Точно не могут и не должны Беспокоиться О душевном и физическом Спокойстве хоккеистов Это игровая площадка Арены наши Что и говорить Заметно отличаются От американских Один Два Немалейших следов попкорна Три Четыре Пять Американцам наверное Были бы честны Такие креслицы Шесть Семь Восемь Девять Десять И все Это и есть Весь Казанский дворец спорта Общая вместительность Три с половиной тысячи человек Не Мэдисон Сквергарден И не Эйр Кеннадо Центр Но звезд здесь играет Столько Что хватит на обе Эти прославленные арены И еще останется Примета времени Все произошло так быстро Что Просто не успели Построить новый стадион И поэтому Пока Именно здесь Играет Русская НХЛ А еще На инхайловских аренах Не увидишь Таких церемоний Главному тренеру Акбарзинанту Леберилиддинову Исполнялось 50 лет О, это было масштабно Перед началом игры Сам президент Татарстана Митимир Шаймиев Поздравил юбиляра Благодарственное письмо Часы Обещание других подарков После матча Аплодисменты И так далее Это все Из той же оперы В Татарстане В этот год На хоккей не экономили Но и спрашивали немало Особенно с главного тренера Одного из двух человек Несущих прямую ответственность За конечный результат Я как бы уже Работал И приводил команду К чемпионству Так сказать И серебряную медаль Завоевывали Так сказать Поэтому как бы Я был в такой обстановке Может быть она немножко была Другого плана Такая Не такая уже Не очень серьезная Так скажем После игры Празднования продолжились Хотя конечно Настроение было Подпорчено поражением Но это ведь спорт Президент Шаймиев Поздравляя Белялидинова Сказал что Раз в хоккей играют Настоящие мужчины То мужчина должен Становиться крепче И после радости И после огорчения Ну а потом Торжество покатилось Своим чередом Поздравлял гендиректор Компании Татнефть И президент Акбарса Шифагат Тахауддинов И многие другие Смущенно улыбающегося Белялидинова Одели в национальное Татарское облачение Подарки множились 50 лет Серьезный рубеж И то что Зинатула Хайдарович Перешагнул его В год Тысячелетия Казани Выглядело символично Хотя вряд ли это Учитывали при подборе Главного тренера На важнейший сезон Акбарсу требовался Тренер-победитель Но как его вычислишь Приглашать иностранца Он уже был Чех Владимир Вуйток Два года работал в Казани Но от его услуг Отказались Сочтя статус Его недостаточно высоким Вуйток отлично работал В прежней Суперлиге Но все его карьерные достижения Связаны с превращением Средних по составу команд В сильные А в этом случае Требовалось создать Суперклуб Из суперсостава И Белялидинов Представлялся звездой Олимпийский чемпион Многократный чемпион мира Несколько лет Он работал в клубах НХЛ Что важно Ведь Акбарс Составляли из НХЛовских звезд Более того Именно Белялидинов Руководил сборной России На Кубке мира Чемпионат страны Он тоже выигрывал С московским Динамо И наконец Фамилия Имя Отчество Татарские Хоть родился И вырос Белялидинов В Москве Даже элемент Политкорректности Присутствовал И вот задача Надо выиграть Точка Но как выиграть? Это ведь даже не было похоже На работу со сборной Когда команда собирается максимум на месяц Но это и не было нормальной работой в клубе Некая невнятность с локаутом Приводила к тому Что игроки добавлялись уже в ходе сезона Но только в Акбарсе этот процесс шел непрерывно В других командах Костяк сформировался в начале сезона В Ливане были эпизодическими Хоть и мощными Ягор в Омске Яшин в Ярославле А тут Ехали и ехали Я знал, что он не готов Я знал, что он в общем-то плохо выглядит Но у меня была необходимость Ставить этого игрока В ущерб результату В ущерб игры, так сказать Потому что за счет этого Я должен был подтянуть игрока Получалось, что создать сыгранную команду Было почти невозможно Значит, следовало ориентироваться на игроков Их ведь затем и набирали таких Чтобы они сами могли многое решить Особенно в атаке Такой наступательной линии Не было ни у кого Казалось, что всякого Кто попадется на пути Можно просто задушить этой мощью Пусть они забьют нам три А мы им вводим Дилетантские бредни Конечно, поди забей той же Ладе Хоть раз Нет Лихость Риск Это не для Беля Леддинова В связи с тем, что Команды многие усилились Сильные команды Нельзя так играть Нельзя играть бесшабашно Нельзя играть только Так сказать, не думая О том, что у тебя может произойти Если ты вот допустишь Какую-то грубую ошибку Так сказать Все бывает Это игра У Беля Леддинова Не было времени на то Чтобы плавно наигрывать звенья И не было куража Чтобы форсировать подготовку Последний новичок Объявился в команде За месяц до плей-офф И свою первейшую задачу Тренер видел в том Чтобы довести всех Новоприбывших До приемлемых кондиций Можно было Средоточиться на чем-то одном Беля Леддинов предпочел Всего понемножку В течение сезона Когда это идет Уже сезон идет И так сказать Здесь надо быть очень осторожным Так сказать И все должно быть умеренно И так сказать Нельзя ошибаться Но в том-то и дело Что ни о какой умеренности Речь не шла Умеренными не были Ни задачи Ни количество звезд Ни ажиотаж Фигура Беля Леддинова Контрастировала Со всем остальным Что составляла Акбарс Ну и что? Задача тренера Тренировать Все остальное Вроде бы его не касается Но так не бывает Тренер Точка пересечения интересов Руководителей Тратящих деньги Болельщиков Жаждущих побед Журналистов Не всегда вежливых И вдумчивых Игроков Которые не пешки Покорно перемещаемые Рыкой гроссмейстера А живые люди В этом нет ничего Принципиально нового Но в Барсе Это пересечение интересов Превратилось В смешение страстей Тысячелетия Казани И соответствующие Запросы начальства Уровень игроков Которым еще надо доказать Что ты крут И в самом центре Безумного ажиотажа Оказался человек Неспособный На безумие Некие безумства Приписывали другому Человеку Из тех двоих Кто прямо Отвечал за результат Болел-то он И впрямь страшно Но что что-то удивительного Именно вице-президент Акбарса Равиль Шевалеев И был реальным Руководителем Именно он И решал Все важнейшие Вопросы клубной политики Именно от него И требовалось Создать те условия При которых Команда сможет Выиграть чемпионат А что до личности Шевалеева То во-первых Очень много врали И во-вторых Пожалуй Руководитель Этого Акбарса И не мог быть Душкой Автор известной книги Безрассудный менеджмент Джо Оуэн Писал Рассудочный менеджмент Опасен Хорошие менеджеры Люди другой породы Сплошь патентованные Безумцы Только безумием Можно назвать Решение Тойоты и Хонды Покуситься на вотчину Большой тройки Американских автоконцернов Президент Кеннеди Был явно не в себе Когда обещал Отправить человека на Луну И вернуть его живым Благоразумны Рассудочные менеджеры Плещутся себе В тихой заводе Скромных достижений Безрассудные менеджеры Те, кто призывают И мобилизуют Все и вся На требующий Полного напряжения Сил рывок Ради достижения Казалось бы Немыслимой цели Меня никак Звезду приглашали Я во-первых Не звезда Никак Я просто Обыкновенный работяга Который Люблю свое дело И за который В общем-то Отвечает за то доверие Которое мне Дали Мои руководители Это не совсем так Много лет Шевалеев руководил Второй Татарстанской командой Нижнекамским Нефтехимиком Та репутация Которую он там заработал И остановила Выбор руководства На нем Именно ему Шаймиев и Тахаудинов Определили Возглавить Поход за мечтой Ведь Соответствующего опыта Просто ни у кого Не было Знали даже Контракты Как они вставляются Какие там Дополнительные Соглашения Все знали Но Конкретно Чтобы изучить Все дело НХЛ За столь короткий срок Это просто Немыслимо Сделать Понятно В чем безумство Храбрых Другие клубы Добавили себе Немного НХЛ Акбарс Предпринял попытку Построить клуб НХЛ В России В Татарстане Толком не зная Как это делается Вплоть До подбора игроков И не всегда Ведь попадали Те же чехи Швед Нюландер Не прижились Ну нельзя Человек познать Там условно Там за неделю Общения Надо Побыть с ним Как говорится В бою В спортивных боях Вот мы и пообщались Этому еще придется Учиться Создавать Скаутские службы Придется Еще в марте Шевалеев говорил о том Что стало Окончательно Понятно К лету Период Тотального Финансового Превосходства НХЛ Над остальным Миром Кончился В смысле денег Российский хоккей Подтянулся В смысле Традиций И уклада жизни Лиги Еще нет Культура НХЛ Она все равно Есть НХЛ К ней надо стремиться Чтобы было все так же Так же Так же И так же Как в НХЛ Сколько же у нас будет Тоже Такой будет Повышенный Повышенный Каждый год Повышенный СМЕТ Повышенный Заработной платы Мы практически Уже Через несколько лет Я думаю Никакой разницы Не будет Фонд заработной платы НХЛ СМЕТ Одного из клубов И российский клуб Тот же ООН писал Очевидно Что существует Едва заметная Грань Между напряжением Сил И фатальным Надрывом Между безрассудным И абсурдным Менеджментом Выдвигая Безрассудные планы Менеджмент Должен Создавать Коалицию Которая станет Обеспечивать Реализацию планов Сфокусировать На их достижении Ресурсы Организации Позиционировать Цели Как неизбежную Реальность Для всего Менеджмента Проявлять Гибкость В способах Достижения Целей И твердость В отношении Самих Целей После этого Никакие оправдания Не принимаются Любой отступник Помеха на пути К успеху Мы помним Карла Великого А не Карла Рассудочного Первый пункт И не вопрос Ради побед Акбарса Все крутилось На предельных Оборотах Задача на сезон Даже не обсуждалось Но вот гибкость В способах Только в этом году Казани Исполнялось Тысячи лет Все остальные Играли максимум По крупному В Казани Были вынуждены Сразу играть Ва-банк Так что феномен Акбарса Безрассудного Феномен людей Обреченных Быть первопроходцами А они не все Доходили До цели Первым из звездных Игроков В Акбарс Прибыл Алексей Морозов Не случайно Алексей с инис Самыми большими В НХЛ Зарплаты и славы Быстрее других Понял Что говорили Продлиться еще долго А играть и зарабатывать Хочется Тем более Что в своем мастерстве Он был уверен Кстати в итоге Морозов стал лучшим Бомбардиром команды А придерживаясь Философических взглядов На жизнь Хладнокровно Относился Ко все возрастающей Шумихе У нас есть Свое Все то что нам надо У нас есть Клюшки Например тот же Лед Раздевалка Время на отдых Какие-то Восновленные мероприятия И мы выходим И делаем А все что происходит Вокруг Где-то Там За кулисами Раздевалки То это нас особо Не очень-то интересует А вот Илья Ковальчук Нужен был Акбарсу Не просто Как один из Наиталантливейших Молодых игроков мира Он был необходим Как приманка Как средство Привлечь команде Внимание И не только в России Речь не о публике Речь о других игроках В свое время Андрей Миронов Согласился сыграть В фильме Человек с бульвара Капсинов И раздумывавшие До этого Другие известные актеры Быстро согласились Пусть это сильное сравнение Но не только деньгами Заманивали НХЛовцев в Россию Приобретая Ковальчука Акбарс заявлял На весь мир Мы не остановимся Ни перед чем Чтобы выиграть И сработало Впрочем За это пришлось платить Контракт Ильи был Самым большим в клубе Сам Илья платил тем Что по этому контракту Ему в сущности Предписывалось Непременно стать Звездой чемпионата Совершенно не похожего Ни на НХЛовский Ни на прежний Российский Там намного Совсем другое К тому очень быстро Привыкаешь И когда возвращаешься Назад Здесь Очень сильный чемпионат И от тебя люди Очень многого ждут И каждую игру С тебя спрашивают Тот же Начиная с тренера И заканчивая Даже начиная С болельщика И заканчивая Отцом Я тогда уезжал Из высшей лиги Это совсем другой уровень И здесь Наверное В первую очередь Отдача игроков Изменилась Однако если появление В команде российских Звезд первой величины Было сенсацией То приглашение Звезд канадских Да еще и не отыгранных А молодых Стало настоящей бомбой Именно по инициативе Имевшего опыт НХЛ Белелединова Акбарс отказался От борьбы за Ягра И прочих европейцев В пользу Винсана Ле Кавалье И Брэда Ричардса Еще тем же летом Выигравших И Кубок Стэнли И Кубок Мира Перед самым плей-офф В Казань приехал Еще один вундеркинд Дэнни Хитли Оценить эти покупки Однозначно невозможно Ричардс покинул команду Через пару месяцев Хитли просто ничего Не успел сделать Али Кавалье Предстал игроком тонким Умным и неординарным Но все равно Выглядел инопланетянином Я из Монреаля Снег и грязь Мне не в диковинку Но поиграв во Флориде Шесть лет Я от этого отвык Здесь еда Другая Многое другое Что не хоккей Ну и к этому привык Играть в России Я даже не думал Что такое возможно Я говорил с отцом Дедом Тот вообще фанат Хоккея СССР Тут нужна адаптация Но все равно Это здорово Нормально все Привыкаю Потихоньку готовлюсь К плей-офф Лига хорошая Забить трудно Играют немножко грязновато Да нет я не злой Просто проигрывать не люблю Вот кто быстро Ко всему привык Так это Фредди Бретуэйт Когда он прибыл То стал основным Голлкипером И этот выбор Казался странен Акбар скупал звезд А Фредди А Фредди никогда не был Светилом Однако в Казани Хотели не только Выиграть чемпионат Но и создать шоу Бретуэйт С его цветом кожи В эту концепцию Отлично вписался И ему все подошло Даже машина Полагавшаяся по контракту Девятка Я сразу здесь стал Крейзи драйвером Поводишь три месяца Встанешь по неволе Мне даже интересно Как я буду дома водить Я готов играть здесь И жить ночной жизнью Я наслаждаюсь тем Что есть у меня в Казани Фаны меня любят Я надеюсь выиграть И я надеюсь Все будет хорошо И мы сможем Сезон На правильном Семене С победителем А потом Акбарс Сумел совершить Немыслимое Подписать контракт С Николаем Хабибуллиным Буллинвол Стена Убедительное прозвище Многие говорили Что Николай один Способен выиграть Для Казани чемпионат Как он выиграл Для Тампы Кубок Стэнли Вместе с Федоровым И Зубовым Хабиб считался Одним из самых Прочных колечков Который ни за что Не выдернуть Из американской почвы Он из тех Кто не раз Публично осуждал Российский хоккейный быт А его возвращение В сборную Было подарком фортуны Сам факт Появления Хабибуллина В России Это огромная победа Казанских менеджеров Опасались одного Николай из тех Вратарей Что играют на надрыве Это очень тонкая струна Которую трудно натянуть Но ничего не стоит оборвать Натянется ли она В казанских условиях Вот в чем был вопрос И совсем не таков Дарюс Каспарайтис Тренировка Акбарса Пустой стадион Терна И вдруг За воротами загорается свет Что это? Дарюс зажигает Он всегда зажигает Каспора освободили От тренировки Из-за того, что накануне Он бросился под чей-то Мощный бросок спиной И вот теперь развлекается Характерный для него случай В матче Недружелюбное привидение Каспар Как его прозвали в Америке До и после Главный балагур И главный авторитет Именно он поднимал тост Забили Лединого От имени игроков Если настроение дрянь Есть Дарюс Если соперник силен и жесток Есть Каспар Боец Страховой полис команды Ее цемент Мой хоккей одинаковый Я думаю Я иду играть Хочу дать все свои силы И помочь команде выиграть Иногда это не получается Иногда получается Так что Конечно Я играю на команду И пытаюсь играть попроще И если есть возможность Играть пожестче Я буду играть жестче Меня не поменяешь Алексея Ковалева Никто в России Тоже особенно не ждал Он и за сборную И по причине занятости И играл ох как давно Но к Белелединову На Кубок Мира приехал А его приезд на родину Явил совсем другого Хоккеиста и человека Чуть менее взрывного Чуть менее авантюрного И задиристого Но все такого же Потрясающе техничного И всевидящего Но главное Ковалева Мудрого Ковалева Метро Ковалева Дирижера Оркестра На него делал ставку главный тренер Именно на него Наряду с Ковальчуком И ходил казанский хоккейный народ И не скажешь Что Алексей не оправдал ожиданий Он пахал как мог Не чурался черной работы И терпел как мог Грязь российского хоккея Ковалев всегда говорит Жизнь для меня Это приключение А не только хоккей Но вот хоккей Это как раз не авантюра Я родился в этой стране Я вырос И поэтому Если бы я был каким-то иностранцем Который приезжает сюда Конечно для него Это и хоккей И что-то Встреча с чем-то новым В своей жизни Поэтому Я для себя этого не вижу Мечеть Мазари-Шариф Совсем недалеко от спортсарая Соседство главного Мусульманского символа И стадиона символично Тут бы и сказать Что люди верили в свой Акбарс Как бы не так Аншлаг на трибунах Случался далеко не каждый раз Бывало такое Но редко Только на самых звучных матчах А ведь в той же Северной Америке На команду У которой был кой состав Ломились бы всегда Но и те кто ходил на хоккей Не помогали команде Точнее их Не сподвигли помогать А кто сделал Ливерпуль Победителем Лиги Чемпионов Фанаты Традиции Любовь публики И ее готовность Прощать Да Они свистят во время игры Или после Но не до матча Так как Барс Выходил на лед В очень ответственной игре Ну да Не играла команда На свои пресловутые 50 миллионов Но зачем тогда покупать билеты И месить снег На пути в спортсарае Чтобы выказать Свою неприязнь Заезжим миллионерам То что миллионерам Кроме денег Нужна поддержка Своих трибун Кажется никого не интересовало Конечно это не про всех Но про многих И более того Этих многих Не в чем упрекнуть Публику надо приручать Процесс очень долгий Это целая область Спортивного бизнеса Существуют и специалисты Причем не только за границей Таких мастеров Обращения публики В свою веру В Акбарсе не было Есть единственный И быстрый способ Завоевать толпу Побеждать Побеждать и побеждать А с этим делом не складывалось Оставалось терпеть Болельщики Из болельщиков Я думаю Если я бы болел За кого-нибудь Я бы наверное Был таким же И кричал И обзывался Наверное И пытался Болел за команду Чтоб моя команда Выиграла Так что Я против болельщиков Ничего не имею Не складывалось С прессой После вот этой статьи Казанского Выпуска Комсомольской правды Нашу съемочную группу Даже не сразу Пустили во дворец спорта Куда мы уже Несколько дней Ходили как на работу Просто прочтя это Творение Шевалеев пришел В ярость Замечательное Произведение Посвященное Поражению команды В день юбилея Беля Лединова Статья начинается С словами Победа нашим Хоккеистам Была в принципе Не нужна Жизнь утверждающая Дальше Тяжеловесная ирония Понятно Что поражение В матче Было для наставника Хозяев Лучшим подарком Даже золотые часы Коуч Получил к юбилею От Ментимира Шаймиева Не принесли Тренеру Такой радости Следом Тонкие наблюдения Автора Забилили Динову С тренерского мостика После окончания матча Он уходил С трудом Сдерживая Довольную улыбку Это уже просто Клевета За такое подают В суд Или канделябрам По бакенбардам И в конце Бородатый анекдот Про тренера Просившему Ко дню рождения Победу И капитана Объяснившего Что тот опоздал Они уже галстоп купили Что характерно Журналистка Этому анекдоту Поверила Как истории жизни Или захотела поверить Акбарсов надел Тот самый галстоп Который ему преподнесли Подопечный Что же это конечно Случай клинический Но наша пресса По поводу Акбарса Почти и не писала Ни о чем другом Кроме как о 50 миллионах И это ее право Уровень дискуссии Соответствует уровню прессы А его определяет читатель За него тоже надо бороться Но и до этого Руководителя Акбарса Руки не доходили Очень много прессов Выдумывает Всякую мелочь Которая Показана Наша команда Что наша команда Такая И сякая И потому Наверное Наше руководство Не разрешает прессу Сейчас заходить В раздевалку Потому что Они очень много Написали Плохих вещей Которых даже не было В нашей команде Люди читают Про нас И остается Такое впечатление Что в нашей команде Там делаются Такие всякие Штучки Которые у нас Даже не бывало Были иностранные Публикации Те тоже писали О деньгах Но их-то миллионами Не удивишь Они приезжали Посмотреть на такую Команду Парочку мы застали Интересовались они Разумеется Своими Которыми считают Или Кавалье И Ковалем Акбарс Казань Лучшая команда В мире Так считают Америки Люди следящие за хоккеем Такие игроки Винсанли Кавалье Хабибуллин Дэнни Хитли Люди Должны Наслаждаться Такой командой Это уровень Кубка Стэнли Наверное Сравнимо С Нью-Йорк Рейнджерс Но только По вложенным деньгам Эта команда Еще и выигрывает С его точки зрения Так и есть Уж что-что А место в плей-офф Акбарсу было гарантировано Тогда как Рейнджеры уже давно Ограничивались Регулярным чемпионатом И вот еще наблюдение Американцы хуже учатся Почему? Пижоны Думают, что весь мир Должен говорить по-английски Вспомним Кто сделал канадских фигуристов Салей Пелетье Олимпийскими чемпионами После того, как они проиграли Бережной и Сихрулидзе Американские журналисты Это признавали даже чиновники МОК Там пресса великая сила Потому что люди готовы поверить Чужой мечте И биться за нее И спортсмены это понимают И они готовы биться за прессу По правилам НХЛ Любой журналист имеет право 8 минут после матча Находиться в раздевалке Спрашивать кого угодно О чем угодно Снимать что хочет И так далее Этого в Казани Да и вообще в России Не было и в помине А играл Акбарс Очевидно не так Как мечтал К болезненному злорадству одних Мрачной радости других И по счастью Искреннему сочувствию третьих Описать игру Акбарса В сезоне не так уж сложно Все ссылки на трудности Комплектования Текучесть кадров И уникальность ситуации В данном случае Не слишком состоятельны Во-первых Поезд А точнее чемпионат Уже ушел А во-вторых Никакими объективными причинами Не объяснишь Обманутые ожидания Простых болельщиков Которых плей-офф оказалось меньше Чем мест на трибунах Ожидания же звезд И приезжих И доморощенных Были почти идентичны И вполне закономерны Это конечно вызов Шанс Я с детства мечтал Выиграть кубок Стэнли А теперь вот приехал сюда И играю в лиге О которой Я ничего не знаю Это точно вызов Я думаю Да, многие люди ожидают Нашей победы Но это не так просто Поверьте Мы должны работать Но если мы победим Это обязательно Будет очень весело Ну конечно Кубок Стэнли Это первая задача И главная мечта в жизни Но раз уж нет НХЛ Будет здорово Выиграть чемпионат России У меня может быть Единственный шанс Поиграть в России Когда локаут Я надеюсь Что он не продлится Больше года Или полтора Поэтому мне хотелось Поиграть И побороться За медали Поэтому я сюда приехал Я знаю задачи команды И как бы для меня Они очень тоже интересны То есть мне Для меня То есть большой интерес Тоже как бы Войти в историю Тысячелетия города Выиграть чемпионат Поэтому Как бы Я Приехал Во-первых Во-вторых Просто не хотелось Терять время Потому что все-таки Еще пока молодой Нужно Просто так Просто так сидеть Отсиживать года Не хотелось бы Вот Конечно Хочется продолжать Играть в хоккей И поэтому Я сюда приехал Но самая главная задача Я говорю Хотелось бы Бывать и в истории Характернее всего Для объяснения Вялой игры Акбар С других стран С другими культурами Так что Конечно Тяжело Создать команду Сразу Такую Даже если Есть большие звезды Но я думаю Чем больше мы играли Тем лучше Мы начали Друг друга понимать Так что Я думаю Что Конечно Задачи Очень высокие Против нас Ставят Но Все Все можно сделать Если играть Дружно И Друг за друга Да Короче говоря Если и был повод Для оптимизма То он был лишь В формальном результате Регулярной части Чемпионата Акбар Закончил сезон Четвертым Много проиграв Лидеру Московскому Динамо А мог и вовсе Скатиться Во вторую четверку Зоны Плей-офф Но не случилось Руководство клуба И республики Присутствовало Почти на всех Домашних матчах Акбар А аншлагов Становилось Все меньше Забавной была Помимо прочего И такая реакция На поражение За неделю До начала Плей-офф Игроки объявили О внутреннем запрете На общение с прессой Судя по упомянутым Статьям Справедливо Но только говоря О непрофессиональном И оскорбильном подходе Своих же Местных журналистов Давайте вспомним И о первоисточнике Таких настроений А он и был Вымученное Четвертое место Почти третье Но никак не первое Схожие проблемы Испытывали многие команды Кому финансовые владельцы Дали силу Укомплектоваться Звездами НХЛ первой величины Не прижились до конца Чехи в Магнитогорске Много проблем На начальной стадии Было у Крикунова В Москве Ну а в сторону Омска Где играл самый капризный И самый одиозный НХЛовец из тех Что приехали в Россию Не покосился Разве что ленивый Но Яромир Ягор С каждым новым матчем Будто выставал из пепла Не обращая внимания На тачки и зацепы Он тащил авангард вперед Перед игрой в Казани Которая и должна была Ответить на последние Уже саркастические Сомнения в грядущей Дееспособности Акбарса в плей-офф Все повторяли как заклинание Ягор не приедет Ягор не приедет Он болен гриппом Он травмирован Но Ягор приехал И на лед вышел А вот Николая Хабибуллин нет Ему дали отдохнуть И непонятно зачем Перед плей-офф Иван Хайл И в России отдыхать поздно И место в воротах Акбарса Занял любимый Болельщиками Максимка Фредди Брэдвейт Перед игрой со мячами Наиболее расхожими Размышлениями были те Что относились к выбору Возможного соперника в плей-офф И это тоже было показательно Уже без всякой бравады Опасались того же Авангарда И надеялись на пятое место Ярославля Как покажет время Зря надеялись Но и Авангард И теперь можно быть в этом уверенным Был бы Акбарсу не очень по зубам Ужасающий факт начала матча Свист-трибун Таковы ожидания публики Такова ее боязнь и недоверие То, что сразу бросается в глаза То, что отчетливо видно Именно при просмотре с площадки А не с телеэкрана Отсутствие сыгранности К концу сезона Казанцы окончательно забросили идею Сыграть по-советски То есть комбинационный вход в зону А точнее вброс в нее шайба Стал чисто канадским Вот только такая игра Уже не подходила Многочисленным казанским технарям Мощная и спокойная оборона Авангарда Раз за разом накрывает Все попытки пробиться к воротам И спокойно выбрасывает шайбу Прочи из своей зоны Попутно организовывая опасные контратаки Напряжение игры потихоньку перерастает В раздражение Скамейки Акбарса и вип-трибуны Заметно нервничает Билилидинов Мрачно реагирует руководство Снимает его, пусть и частично Грубая ошибка обороны гостей Во втором периоде Вот чего делать не надо Так отдарить шайбу Ковалеву Вблизи своих ворот Несколько легких движений руками Иголки Перомска, Канадец, Маракл Отдельно Шайба в воротах отдельно Трибуна в восторге Ковалев, как всегда, невозмутим Он всегда забивает красиво И он это знает 1-0 До сего момента у гостей Совершенно незаметен ягар Но вот это как раз Самая страшная иллюзия Для его соперников Пас великого чеха На Алексея Калюжного Это приговор 1-1 Тут промахнуться невозможно Третий период Это бесконечный навал Акбарса И голы авангарда Мы ломим, но никто не гнется Раз за разом роняют Дэнни Хитли Мажут Ковальчук и Денисов Доходит и до драки Спровоцированной тем же Хитли Но со стороны хозяев Она выглядит отчаянием Выбросом накопившейся усталости А никак не куражом Еще верим в удачу Но только в нее Наяву же все происходит Как по написанному Трижды за 20 минут Казань остается в меньшинстве И трижды ее за это наказывают Показательнейший урок Выбора приоритетов В тактике и подготовке У авангарда Это спецбригада есть Сушинский, Прокопьев, Коваленко, Твердовский, Пережогин Пять человек А три заброшенные шайбы 1-4 Вопиющий и тяжелый итог Уезжающему с площадки Сушинскому Вслед несутся оскорбления А тот оборачивается И молча клюшкой показывает на табло 1-4 Менять что-либо поздно Плей-офф начинается меньше Чем через неделю Соперник Так желанный клиент По всему сезону Локомотив С суперновичком Яшины А в плей-офф Никакого преображения Акбарса не произошло И Хабибуллин не спас И полевые игроки не сдюжили Холоднокровные аналитики Предсказывавшие катастрофу Оказались правы И ничего странного Они оперировали логикой Ведь и в матчах на вылет Нужна поставленная игра Не только опыт Личное мастерство И высокие морально-волевые качества Те, кто верили Верили в чудо Но даже звезды не волшебники В серии с локомотивом Акбарс выиграл Один раз По булитам Золото к тысячелетию Добыть не удалось У 15 звездных игроков Закончились контракты Они покинули команду Локаут в НХЛ Близок к концу Супер юбилей Не повторится В обозримом будущем Миссия оказалась Невыполнима Новый сезон Команда начнет В сущности С того же места Ушли многие Но Шевалеев И Белилетдинов Остались Им не удалось Сказку Сделать былью Дальше будет Просто Быль Казанский клуб Обогатился Колоссальным опытом Все больше отрицательным Так что даже Разочарование Вышло Феноменальным И на этом Все Феномен Акбарса Безрассудного Ушел В прошлое Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова